И в середину Башкиров, Башкиров, ворота открываются перед ним. Здравствуйте, друзья. Ну и первое, что мы должны сказать, мы должны поздравить всех женщин со светлым праздником весны с 8 марта. Алексей Борисович, добрый день. Ну, наверное, пара с All of You Life Tractor пока самая эмоциональная и жаркая среди всего плей-офф. Как считаете, как сложится сегодняшняя игра и не кажется ли, что где-то вот эти эмоции, может быть, мешают показать тот хоккей, который вы хотите видеть в том числе? Ну, согласен. У нас счет серии 2-2. Команды играют, скажем так, от ножа. Команды воюют. Конечно, эмоции, которые были, их надо немножко в правильное русло направить. Ну, а так мы готовимся. Ничего страшного не произошло. Счет серии равный. Выходим играть на победу. Виктор Николаевич, добрый день. Наверное, пара трактор с All of You Life пока самая жаркая эмоциональная среди всего плей-офф Кубка Гагарина. Расскажите, чего ожидаете от этой игры в плане эмоций и, может быть, где-то просили своих хоккеистов даже сыграть уже потише? Нет, таких установок не было. Да, это плей-офф. Тут нужно отдаваться полностью. Стартовые составы. Дроздор Хмелевский, Ливо, Мелош, Науменков, Салават Гиваев. Самонов в воротах это понятно. Фукали в воротах и трактора. Телегин, Карпухин, Робинсон, Рогул, Викит Лиревский. Начинает этот матч для гостей. Враслоне выиграли уфинцы. Каким-то и прежним связком вернулся Заварухин, например, Гиртайкин, да, вновь с Качевым и Шабановым. По крайней мере, на шестой матче. И из-за этого важность этого пятого, она действительно в любой серии при равном счете 2-2, она имеет огромное значение. Валыки, этим мы и можем объяснить с тобой ту строгость, которую команда играет. Ну, здесь, да, пришел Шаров, немножко подзадил вратаря. Ну, и вот реакция какая. Ну, подъехали, объяснили, что-то сказали, но без каких-то таких радикальных мер, потому что, опять же, вот это давать лишний повод судьям, ну, никому не хочется. Тут отмахнулся, получил 2 минуты на ровном месте, а там, глядишь, и шайба запрыгнула, когда соперники играют в большинстве. Ну, да, да, ну, вот что. Выбивают шайбу. В последний момент уже на перехвате Ткачев. Пересборд, Юртайкин. Ну, и его убирает с вытачка. И сбрасывание в зоне трактора, но при этом без ударения. Здесь можно играть, об этом сигнализирует судья. Внимание, Александр Шаров! Вот этот момент еще раз. Да, там и до этого рикошет был достаточно неприятный для Самонова, но низ он перекрыл изначально и справился с броском уверенно, а потом пришлось выручать. Прямо перед аутом находился Александр Шаров. И шайба поднял, он находит время для своих лидеров в концовке первого периода. Дроздов, тренеры на торможении. Здорово! И в ближний угол пошла тут битва за этот отскок. Вот там, да, шайба все-таки прижимает Закфу Калину. Момент, который придумал сам себе Иван Дроздов. В картинку пришли и попробуй там эту шайбу даже просто сохрани в зоне атаки, когда у соперника такое преимущество, численное преимущество в обороне. Ну, вот такой первый период. В пятом матче ничья 0-0. Готов на все 100, спасибо. Стараюсь помочь команде все, что от меня требуется. Стараюсь выполнить на 100%. Никто не хочет сейчас уступать, поэтому игра кость-кость. Здесь на сеточке, может быть, в ожидании какого-нибудь столкновения, после которого шайба окажется в руках счастливого обладателя. Одна, судя по всему, лежит еще с разминки. Не прошла передача Родуэлда. Вот как раз это звено Родуэлда. И в обратную сторону, смотрите, какой хоккей пошел. Бросок выше Ливо не исполнил. Завязались. По крайней мере, да. Ну, вот такая и смена получилась. Чуть ли не самая эмоциональная. Отличный момент у трактора. Ну и партнеры знают, это пытается поставлять шайбу на питание. У быстрых вход и Бурдасов. Острый угол. И передача под бросок. 1-0 празднует трактор. И вот он первый гол. Быстрый выход в атаку. И здесь поймал шайбу Бурдасов. И понял, что уже нет смысла бросать. Он отдает передачу на Робинсона из-за ворот. И Робинсон вот уже в упор стреляет. Да, так быстрая фактически атака с хода. Робинсон. Ляпицы появились в шайбу в штангу. Попадает после резкого броска с ходу. Робинсон создал момент Робуэлду для броска с хода. И тот бросал-то неплохо. Салават Юлаев это большинстве реализовал. Да, я дважды не делал подумал, что... О, и Лива отличает. И смотрите, это уже добрый знак для Салавата Юлаева. И конкретно для Джошуа Лива. Сначала гасит табло, а потом Лива забивает. Вот если хотите так. Только что связывали Робинсона и Лива, да, по размеру, по их влиянию на игру. И так вот получается, что Лива, кстати, с него началась эта атака. И в середину Башкиров. Башкиров, ворота открываются перед ним. Ну вот, я говорю, много таких ситуаций, которые повторяются из предыдущих матчей. Вот Ярулина вспоминали, да, который там прошивал Шабанов. И два в одного. Шабанов, ткачок с ней удобный, вручает Самона. Прекрасный момент у трактора, чтобы к перерыву повести. По-прежнему ничья в Уфе в пятом матче серии. Виктор, ну поделитесь впечатлениями от первых 40 минут пятой игры этой серии. Хорошая игра, как и предыдущие четыре. В принципе, равная игра. Хорошо играют обе команды. Мы прекрасно понимаем, что значит ошибка, да, вот в такой вот игре. Пятой игре, которая позволит одной из команд завладеть серьезным преимуществом серии. Вот, тут, смотрите, окучивают по полной программе добивание. Василевский удержал шайбу в Фукале. Алексей Василевский понимает, что момент у него был просто великолепный. Два раза шайбу там на фитаке нашли фисты. Салават после наброса от Палина сначала Кузьмин. И здесь Фукале сумел положить щиток. А здесь уж как успел среагировать, я, честно говоря, даже не возьмусь говорить. Подбили Хмелевский. И подбросок. Белош. Уфинцы эту шайбу контролируют. Хмелевский. И подбросок. Ливо. Еще попытка. Чем-то бомб отбивает у Кали. Причем, да, усилием как минимум трех звеньев атакует Салават Илаев, создавая моменты. И были моменты там и у Сучков здорово смотрелся. Вот дальнюю штангу пытался уложить Ткачев. Перехватил. Обратная ситуация. Ткачев на Шабанова. Гол. Забивает Шабанов. 2-1. Первая шайба этого нападающего в серии. И, ну, помните момент концовки второго периода? Было только все наоборот. Вот Шабанов отдавал на Ткачева. Бери больше. Первая заброшенная шайба Шабанова в плей-офф континентальный хоккейный лиг. Шайба, которая разбивает равный счет на табло во второй половине третьего периода сегодняшней игры. Прошла передача, хотя защитник Салават Илаева тоже как бы сориентировался-то неплохо. Видел, что догоняет Ткачева. Мало пространства было. Мелевский. Перехват. Коля дав. Семь секунд. Я бы сказал, да, уже времени меньше, чем на атаку схода. Это победа Челябинского трактора. Счет в серии становится 3-2 в пользу команды Заварухина. Но и вот посмотрите, что делают челябинцы, да, вот в этой серии. Они выиграют второй матч из трех. Виктор Николаевич, вроде владели преимуществом в третьем периоде, но чего не хватило? Реализации. Большое количество удалений. Как с ними бороться? Ну, согласен, мы должны играть дисциплинированно. В третьем периоде, да, это поменяло ритм матча. Алексей Борисович, поздравляем с победой. Расскажите о главных слагаемых сегодняшнего успеха. Ну, опять же, это в первую очередь командная игра. Ребята молодцы, выполнили тренерскую установку. Хорошо сыграли, бились, и это дало результат. Порадовались, порадовались, да. Готовимся к следующей игре. Молодчики, вы сыграли из-за себя, из-за того парня, как я и говорил. Молодчики, вы сыграли из-за себя, из-за себя, из-за себя, из-за себя. Молодчики, вы сыграли из-за себя, из-за себя.